Как мне кажется, уже никого не удивит максимально заезженное вступление, суть которого сводится к тому, что океан – это самое загадочное место на Земле. Но факт остаётся фактом. 70% поверхности земного шара покрыто водой, а сколько ещё тайн скрывают в себе мрачные океанские глубины, порой даже представить трудно. А сколько можно вспомнить различных легенд и мифов, повествующих о неуловимых созданиях, обитающих в морской пучине. А что если некоторые мифы на самом деле имеют с реальностью гораздо больше общего, чем мы думали? Вот ещё с давних времён моряки рассказывали друг другу о том, как в путешествиях им встречались волшебные, диковинные существа – мифические русалки. О них мы сегодня и поговорим. Да, понимаю, может показаться, что здесь не о чем разговаривать, но очевидно же, это просто сказки, а значит, этим всё сказано. Но сегодня речь пойдёт не о древних мифах, всё куда запутаннее, как и всегда. Внезапно в эпоху интернета появилось очень много доказательств того, что настоящие русалки якобы реальны и спокойно обитают в глубинах океана, скрываясь от глаза науки. И тут становится интересно, океан же изучен всего на 5% или на сколько он там уже изучен? Кто знает, может быть племя русалок действительно существует вместе с другими чудовищами в Марианской впадине? В общем, сегодня нам предстоит с головой окунуться в эту тему, дабы разобраться, что к чему. Короче говоря, поехали! Я уже успел обмолвиться, что в сегодняшнем интернете можно найти большое количество материалов с жуткими существами, которые во многом похожи на русалок из легенд. Наибольший интерес, разумеется, вызывают вирусные видео с этими существами. Встречались видосы разного содержания, но признаться честно, если бы эта тема представляла собой исключительно сборник из рандомных жутковатых видео, которые во время второго просмотра уже никак не пугают, как и во время первого, то я бы не стал делать ролик на эту тему, а просто обошел бы ее стороной. Но кое-что меня в ней привлекло. Это бэкграунд, который здесь присутствует. Все началось в 2012 году, когда в эфир телеканала Discovery ворвался документальный фильм «Русалки. Найдено тело». Название уже дико интригует, а что ж там по сюжету. В самом начале нам рассказывают о страшных инцидентах, когда огромное количество китов, дельфинов и других морских животных выбрасывало на побережье по неизвестным причинам. Эксперты тогда считали, что, возможно, виной всему испытания секретных разработок, да настолько мощных, что они не оставили и шанса выжить китам, оказавшимся поблизости. Эту катастрофу замечают ученые, и с этого стартует сюжет. Далее научному коллективу, изучавшему эту проблему, попадает в руки запись странных звуков, обнаруженных в океане. Анализируя полученную запись, ученые приходят к выводу, что на ней, помимо звуков китов, зафиксированы также коммуникации неизвестных науке существ. Теперь исследователи разыскивают этих созданий, дабы разобраться, что к чему. Затем ученый Пол Робертсон делится тем, как его команде однажды подвернулась удача, когда рыбаки сообщили, что нашли крайне странные останки, не принадлежащие ни одному из известных на сегодняшний день животных. Ну, конечно, речь идет о настоящей русалке. По ходу повествования всплывают и другие довольно любопытные подробности. Свидетельства очевидцев, старые записи моряков, архивные фотографии и даже подводный звук буб. Правда, при чем он здесь? Я так и не понял. Реальный подводный звук, кстати, записанный акустическим оборудованием в 1997 году. И по сюжету буб как-то связан с русалками. Ну да ладно, к чему же это все идет? Все факты были собраны воедино, но сенсация не успела просочиться. Все потому, что агенты уже тут как тут. Рано утром врываются в лабораторию и забирают все доказательства. Оставляя только звук буб. Да и какой от него прок теперь? Вот такая вот история. И если у вас сейчас возник вопрос, что это вообще было, то поздравляю, вы не одиноки. Теперь после краткого ознакомления давайте разбираться, что же нам по итогу рассказали. Если мы попробуем найти что-то в интернете, связанное с фильмом, то неизбежно столкнемся с кое-какими сюрпризами. К примеру, за весь фильм особое впечатление на зрителя производит речи главного ученого фильма Пола Робертсона. В связи с чем, было бы неплохо более детально узнать его персону, подробнее ознакомиться с научными публикациями, если таковые имеются. Но в процессе поисков информации удалось разве что найти фрагменты с участием Пола из другой документалки. Правда, теперь его зовут Пол Вейндхэм. И квалификация, по всей видимости, тоже претерпела изменения, что немного вводит в ступор. Однако, все странности улетучиваются, когда мы понимаем, что в обоих случаях в кадре присутствует актер по имени Дэйв Эванс, основная деятельность которого связана с видеоигровой индустрией. Возможно, вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что другой специалист, уже в области китообразных, это актер по имени Джейсон Коуп. Вы могли видеть его в популярном фантастическом фильме про пришельцев «Район номер 9». А научный специалист Ребекка Дэвис – это актриса Хеллен Джонс. Инфу про всех актеров можно найти буквально в первых строчках поисковой выдачи или на сайтах с информацией о фильме. Выходит, к научным фактам апеллировали нанятые актеры. Как такое в принципе могло произойти? Ах да, жанр фильма псевдодокументальный. Вот в чем подвох. А вообще, псевдодокументальный или макюментари – это кинематографический жанр развлекательного кино, как бы имитирующий документальный фильм. В этом жанре снято много известных фильмов, в особенности ужастиков. И это действительно прикольный визуальный аттракцион, когда зрителя погружают в атмосферу жуткой, якобы реальной, на самом деле вымышленной истории. Так вот, по сути, фильм про русалок – это и есть макюментари, только весьма трудно отличимый от настоящей документалки. И здесь нужно кое-что уточнить. С художественно-фантастической точки зрения к фильму претензий особо нет. В нем переплетаются элементы спекулятивной биологии, местами спорная, но все же целостная линия повествования и даже есть что-то вроде драматических моментов. Именно поэтому на фильм впоследствии обрушилась критика вовсе не потому, что он был фантастичен, а по причине того, что он мог создать впечатление подлинного документального фильма. Это и насторожило настоящих ученых, которым потом пришлось все это разоблачать. Там, конечно, в конце проскакивал дисклеймер, но его было очень легко пропустить, просто прервав просмотр до его появления. Так что не знаю, был ли в этом смысл. Кстати, думаю не секрет, что для создания эпизодов с русалками использовалась компьютерная графика. В титрах даже указана студия, которая занималась CGI, а на сайте этой самой студии как раз таки размещены материалы фильма. В том числе и разлетевшиеся по всемирной паутине видеосвидетельства, стилизованные под любительскую съемку. И что забавно, они там представлены в отличном качестве. И это еще не все подводные камни. Как подметили некоторые авторы, повествование фильма «Полностью вымышленная история» с учеными-актерами и поддельными доказательствами сочетается с реальными фактами, такими как звук бууп, которые умело встраиваются в историю, и это в свою очередь создает еще больше вопросов. Ведь бууп – это настоящий подводный звук. Но почему же он не связан с русалками? Дело в том, что с тех пор этот вопрос всесторонне изучался. И с течением времени ученые пришли к выводу, что источником буупа, скорее всего, являются ледяные землетрясения. Да и честно говоря, до сказанного в фильме никто версию с русалками всерьез не выдвигал. Ну, по крайней мере, я не видел. Между тем, стоит отметить, что в фильме также упоминаются проблемы экологии, что скорее следует отнести к его достоинствам. Многие ученые и критики также обратили свое внимание на то, что в этой передаче рассказывается об акватической теории происхождения человека. Такая гипотеза, кстати, действительно существует, хоть и рассматривается многими учеными как псевдонаучная. Вдобавок, согласно банальной Википедии, эта гипотеза вовсе не о русалках. Она предполагает, что современный человек ведет свое происхождение от вероятного предка, привязанного к воде. А в фильме эту спорную гипотезу интерпретируют таким образом, чтобы она сочеталась с сюжетом и служила объяснением существования русалок. Такие вот дела. Определенно, эта захватывающая передача снята очень профессионально и увлекательно, но все же это вымышленная научно-фантастическая история по мотивам легенд о русалках, стилизованная под документальное кино. Разумеется, когда фильм только вышел, он привлек много внимания к себе. Судя по разным отзывам, реакция же была неоднозначной. Многие, узнав о фейках, были разочарованы в таком подходе телеканалов. Да я сам, честно говоря, был в замешательстве. Однако в этот раз, как ни странно, на ютуб-разоблачениях дело не ограничилось. Все дошло до того, что с официальным опровержением выступило настоящее управление океанических атмосферных исследований, заявив, что никаких доказательств существования русалок никогда не было обнаружено. Такого поворота уж точно никто не ожидал. Правда, не сказать, что на этом все закончилось, ведь ошеломляющий успех оригинала не мог не сказаться на продолжение. И в 2013 году на Animal Planet вышел сиквел «Русалки. Новые доказательства». Эта программа, будучи продолжением оригинальной передачи, как понятно по названию, представила зрителю еще больше жутких доказательств. В этот раз контента завезли что надо, особенно в сравнении с первой частью. О каких доказательствах именно идет речь? Ну, вы их наверняка знаете. Это такие вирусные видео, как «Приветливая русалка в Гринвандском море». Нечто необъяснимое на камнях у побережья, что-то странное возле спасателей и вот этот шедевр с упоротым онлайн-переводчиком, который просто мой любимый. Короче, все это добро оттуда. Но если взглянуть на это уже через призму визуала, были показаны реально качественные с точки зрения реалистичности кадры. К сожалению или к счастью, специалисты по спецэффектам реально постарались. Местами, конечно, были косяки, но в целом поверить в реальность происходящего можно, если не знать, что речь идет о псевдодокументальном жанре. Не мудрено, что эти видеоролики непременно перекочевали с телевизионных экранов в интернет и там уже стали жить своей жизнью, попадать в подборки, топы, реакции и так далее. А что же по итогу? На самом деле «Русалки» далеко не единственная подобная картина. Псевдодокументальные фильмы выходили в эфир научно-популярных телеканалов и до и после обсуждаемого фильма. Например, вышедший в 2013 году фильм от Discovery «Акула-монстр. Мегалодон жив» рассказывал о том, что вымершая миллионы лет назад гигантская акула до сих пор скрывается в таинственных глубинах мирового океана. Данный фильм также представлял собой научно-фантастический вымысел в убедительной обертке суровой документалистики. В нем точно также принимали участие ученые-актеры, наряду с которыми на экране мелькали и реальные люди, что само собой создавало еще большую путаницу для зрителя. Разумеется, критика не заставила себя долго ждать, однако рейтинговый успех также не обошел Мегалодона стороной. Вследствие чего вышло продолжение с очень оригинальным названием «Мегалодон. Новые доказательства». Но про него уже практически не вспоминают. Сейчас же для меня более странно то, что в русскоязычном сегменте Ютуба документалки про Мегалодона талантливые авторы стороной не обошли. А вот на русалок все почему-то забили. Ну да ладно, зато нам было что разобрать. Но как бы то ни было, на мой взгляд, такие рейтинговые шоу – это определенно довольно спорный развлекательный формат. Такие передачи действительно могут вести зрителей в заблуждение и создать обманчивые впечатления. А когда реальные факты мешаются с враньем, это еще больше сбивает с толку. И запутаться в этом всем становится в разы проще. Это в очередной раз подтверждает, что всю информацию нужно подвергать сомнению. К сожалению, даже если дело касается научно-познавательных телеканалов. Что ж, вернемся к нашим рыболюдям. Нельзя сказать, что фейки с русалками являются чем-то смелым и новаторским. Подобные мистификации стали появляться еще очень давно, аж в бородатые годы. Прогуливаясь по диковинным выставкам 19 века, у вас был определенный шанс наткнуться на мумифицированную морскую деву, которая, вероятно, выглядела бы совершенно не так, как вы ее себе представляли, но все же. Пожалуй, самый громкий случай произошел в первой половине 19 века, когда в 1840-х годах в руки к знаменитому американскому шоумену Финна Субарному попала, как утверждалось, настоящая русалка, выловленная у берегов острова Фиджи. Отсюда и название находки – русалка Фиджи. Барном посчитал, что такая диковинка заинтригует публику, с чем, кстати, не прогадал, и выставил русалку в своем музее, организовав вместе с этим очень увлекательную рекламную кампанию, в рамках которой он распространил порядка 10 тысяч листовок, на которых изображались русалки, выполненные в соответствии с общепринятыми представлениями об этих мифических созданиях. Слухи быстро распространялись, и вскоре всем хотелось увидеть ту русалку, которую изображали в газетах. Но когда люди приходили посмотреть на существо вживую, то видели примерно вот это. Само собой, это нечто, вероятно, из тела обезьяны, папье-маше и рыбьего хвоста, едва ли было похоже на русалку с листовки. Сам Барном, к слову, был прекрасно осведомлен о мистификации, поскольку ему на это указал натуралист, осмотревший находку. Но несмотря на это, уже тогда вокруг русалки разгорелся нехилый такой ажиотаж. Уже на месте некий доктор Гриффин читал лекции собравшимся о том, что у каждого наземного животного, ну почти у каждого, в океане есть свой двойник, а значит и у человека должен быть такой. Доктор Гриффин, кстати, будучи сообщником Барнома по имени Леви Лайном, также принимал непосредственное участие в активной рекламной кампании. Так, он вступал с Барномом в публичную дискуссию, препятствовал выставлению русалки на всеобщее обозрение. В конце концов, конечно, согласился, но тем не менее, это также сыграло свою роль в привлечении внимания общественности к этой находке. Чем же эта некрасивая история закончилась? Судьба так называемой русалки Барнома сложилась очень загадочным образом. Мумия бесследно исчезла. Возможно, причиной исчезновения послужил один из пожаров в музее Барнома. Как бы то ни было, уже никому не увидеть оригинальную русалку Фиджи. Или нет? По интернату ходит вот такая загадочная картинка, которая обычно сопровождается информацией о том, что это якобы утерянные фотографии настоящей русалки Барнома. Только вот на деле это фото из ранее упомянутого псевдодокументального фильма «Русалки. Новые доказательства». Еще забавно, что эта русалка, не имеющая никаких сходств с достоверной иллюстрацией фиджийской русалки из автобиографии Барнома, почти идентична той, которая была смоделирована для использования в CGI сценах фильма «Найдено тело». Да если подумать, будь эта находка настоящей, она бы засветилась не только в одном псевдодокументальном фильме. Это была бы сенсация, чего уж там. Впрочем, в настоящее время в музеях по всему миру можно найти различные реконструкции. Вот экземпляр из музея Пибоди Гарвардского университета, или вот реконструкция из современного музея Барнома. Здесь можно упомянуть, что некоторые мумии все же претендуют на подлинность. В частности, подобные предположения встречаются в отношении обсуждаемой ранее русалки Фиджи из музея Пибоди, того, что в Гарварде. Однако точных фактических оснований, позволяющих подтвердить подлинность той или иной современной Фиджи, у нас, увы, нет. Наоборот, зачастую это противоречит фактам. Но что интересно, с течением времени сам термин «русалка Фиджи» распространился и стал использоваться для обозначения не только конкретно русалки Барнома, но и для других подобных мистификаций. Сейчас по этому запросу в Гугле можно найти сотни картинок с этими монстрами. Любопытно и то, что некоторые мумии таких существ попадают в руки к специалистам, и зачастую по ходу их изучения устанавливается, что это подделки. В частности, в одном из исследований детальному анализу были подвержены два экзотических экземпляра. Один из музея Бакстона, другой хранится в музее Хорниман. В результате исследования были добыты любопытные факты. Так, русалка из Бакстонского музея была создана с использованием каркаса, изготовленного из проволоки и древесины. На рентгеновских снимках отчетливо видны ребра из металлической проволоки. А ее волосы действительно были человеческими. Существо из музея Хорниман также удивило специалистов. Его челюсти содержали несколько рядов зубов, что подтолкнуло ученых к мысли о том, что они могли принадлежать рыбе, вероятно, разновидности губана. Хвост был позаимствован у Карпа, но и не обошлось и без папье-моши. Таким образом, это исследование позволило значительно расширить представление о происхождении этих мумий. Само собой, разоблачение не было определяющей задачей, поскольку здесь уже все предельно ясно и давно понятно. В тексте статьи же наибольшее внимание уделяется как раз-таки их происхождению, ну и еще их культурному значению. Можно подумать, что мумии-русалок – это что-то неразрывно связанное с прошлым. Но как бы не так. Гуляя по сети, можно легко наткнуться на ошеломляющие кадры, на которых запечатлены довольно пугающие русалки. Вот шокирующие видеоматериалы с какого-то пляжа, завирусившиеся в году-то к 2013, на который якобы выбросило русалку. Какое же здесь объяснение? Автором этой работы является современный художник-таксидермист по имени Хуан Кабана. Другие творения этого автора также весьма популярны в узких кругах. А что насчет этого скелета-русалки, который был показан мной в качестве иллюстрации к беглому пересказу фильма в начале? Что ж, он тоже не настоящий, просто картинка с конкурса фотошопных фотографий. Вот, кстати, оригинал. Может тогда это настоящая русалка? Да тоже нет, она также сделана художником. Занятно получается, конечно, и там такого добра хватает. Покопавшись в этом всем, могу предположить, что художники публикуют свои работы, а затем их произведения распространяются в совершенно другом контексте. В принципе, такое положение делал очень характерно для интернета, так что не вижу здесь ничего удивительного. Но даже если так, будем честны, всяких фейков тоже хватает. Поэтому стоит скептически относиться ко всему странному, что попадается на глаза. Особенно в коротких видео, там без скепсиса вообще не обойтись. В сегодняшнем мире русалки, пожалуй, пополнили список криптидов, достоверных доказательств существования которых, судя по всему, пока не выявилось. Зато нашлись примеры того, как на этой теме стремились наживиться или наделать медийного шума, что всем уже давно знакомо. Ну что ж, было очень интересно покопаться в крипе-контенте с морскими загадочными существами и в результате ознакомиться с очень занимательной историей. Оглядываясь назад, можно подумать, как псевдодокументальная передача так взбудоражила общественность. Но в то же время научные опровержения в совокупности с впечатлениями от запоминающейся истории могли породить у кого-то искренний интерес к настоящей науке об океане. Так что и здесь можно найти свои плюсы. Кроме того, это был отличный повод проследить за цепочкой обмана с русалкой Фиджи вплоть до современности. А что касается внезапно возникающих инфоповодов, то заголовки в интернетах будут кричащими до тех самых пор, пока океан не будет изучен на 110%. Это так, к слову. На этом, пожалуй, основная информационная часть ролика подошла к концу. Пришло время приступить к самому главному. Рассказать, что же с каналом происходит. Невооруженным взглядом заметно, сколько канал пустовал. И вот, наконец, долгожданное возвращение, которое, само собой, привнесет с собой много нововведений. В чем же это будет выражено? Ну, я бы назвал это своего рода легким переосмыслением. Спокойно. Наверняка можно сказать, что от мистического контента никто отходить не собирается. Это будет, скорее, новый подход к делу, учет старых ошибок, свежий взгляд на контент, на подачу информации, на творческую обработку материала. Думаю, частично это уже удалось заценить. Кстати, напишите, как вам. Ну, а я от себя добавлю, что это только начало. Ведь нас определенно ждет новый виток в развитии канала. Вообще, инфошоу это тот проект, который можно смело связать с методом проб и ошибок. За все время выходило столько видосов самых разных форматов. Как норм, так и не очень, так и очень не очень. Одни заходили, другие с треском проваливались, но в целом это было круто. И ценно, по-своему. А теперь нам с вами предстоит перевернуть эту незабываемую страницу и начать новую главу. Еще более увлекательную и мистическую. К чему это, если конкретно? Ну, в общем, у канала... Теперь будет новое название. Вот такой вот мягкий перезапуск. Ну, или простой ребрейдинг. Тут кому как. Но как бы то ни было, это только подчеркивает то, что нам с вами предстоит разгадать еще очень много загадок. Следовательно, мы вовсе не прощаемся. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. В любом случае, совсем скоро увидимся, разгадочники Тайн. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»